Вена на связи. Одна из самых культурных страниц и столиц Европы. Вчера в самом знаменитом зале Music Fair Rhyme мы выступали с уникальным коллективом Вена-Берлин-Чамбр-Оркестра. На мой взгляд, это жемчужина, если мы говорим о камерных оркестрах, потому что я испытал особое потрясение, особый трепет, играя с этими удивительными музыкантами, которые могут играть абсолютно любую музыку. Концерт начинался с маленькой ночной серенады в концерках, и они показали вот это бриллиантовое звучание, рафинированное звучание камерного отъезда. Отличительная особенность этого коллектива в том, что они выступают без дирижера. Они... им это и не надо. Они чувствуют друг друга просто, так сказать, на каком-то интуитивном уровне, химическом, я бы сказал, уровне. И я очень беспокоился, потому что после этого мне предстояло играть концерт с Шнитке. Абсолютно другая эпоха, другой стиль, другое звучание и абсолютно мгновенное переключение, так сказать, образа. И этот оркестр был в совершенно другом стиле. Этот трагический, я бы сказал, концерт. Потом обратное переключение на струнную серенаду Чайковского и уникальный бис, который они сами сделали. Это ария Ленского из Евгения Онегина для струнного коллектива. Это уже получается, собственно говоря, не концерт для фортепиано с оркестром, а, я бы сказал, это просто камерное музыцирование, камерная музыка. 20 человек на сцене, уникальный коллектив, 10 музыкантов из знаменитого Венского филармонического оркестра и 10 музыкантов из Берлинского филармонического оркестра. Этот концерт был в рамках серии, которую представляет Мюзик Феррайн, один из самых знаменитых залов мира. Золотой зал, огромный зал, где происходит огромное количество знаменитых концертов. Конечно же, 1 января новогодний концерт Венского филармонического оркестра, где знаменитые дирижеры выступают со знаменитыми вальсами, польками. Всем прекрасно знаем этот концерт. Мне очень приятно то, что этот коллектив, с которым мне предстоит большой европейский тур, совсем скоро приедет в нашу страну. Я очень счастлив в том, что наша русская публика услышит это бриллиантовое звучание этого коллектива. Каждый из музыкантов этого оркестра может хоть завтра сыграть сольный концерт в любом зале мира. Качество и уровень игры этих музыкантов просто потрясающий. Я счастливый человек. Я жду наших российских гастролей. 18 мая мы открываем наше российское турне Большой Золотой Церватории. 19-го будет Петербург, потом и Катеринбург, потом будет у нас Казань. Затем мы поедем к нашим друзьям в город Астану.